Вот смотрите, я согласен с тем, что мы не можем сейчас эту войну списывать на одного Путина. Конечно, безусловно, после «Зверзвучи» я прекрасно понимаю, что здесь несут ответственность многие, кто поддерживает. Но при этом я точно могу сказать, вот эта картина сегодняшнего дня разительно отличается от картины 2014 года, когда у нас там было четверо депутатов, кто не поддержал аннексию Крыма. Это было очень сложно, потому что реально тогда пропаганда сработала так, что народ это все, извините, тогда съел и реально поддерживал. Сейчас это не поддержка, сейчас это, скорее всего, такое одобрение сфига в кармане и страх попасть под репрессии. То есть там, допустим, треть может быть поддерживает, и то поддерживает, то, что по телевизору им рассказывают. А все остальные понимают, что сегодня выгодно сказать, что ты поддерживаешь, потому что тебя могут уволить, отчислить или еще что-то. То есть, грубо говоря, вот такой эйфории реально нет. Вот эти все с буквами «З» это все делает номенклатура административно, значит, там детей там выводят и еще что-то. Вот массового такого явления, чтобы там с буквами «З» ездили, его нет. Это вот надо просто понимать. И потом, когда люди поймут, да, к чему это все привело, и когда поймут, что теперь-то ты можешь сказать, что ты был против, вот эта вся ненависть, весь этот негатив, он развернется в обратную сторону. Потому что, смотрите, что такое общественное мнение в диктатуре, в тоталитарном режиме. Я этим вам приведу несколько примеров. Че ушаско. 97% был рейтинг за неделю до расстрела. Вот вам и цена общественного мнения. Даже могу привести пример 2010-й год Москва, да, еще все-таки, ну не диктатура, по крайней мере, да, там авторитарный, легкий авторитарный режим, можно было митинговать, в 2011-м были протесты. Значит, социология в Москве показывала рейтинг Лужкова 75% за неделю до отставки. А потом его сняли за, так сказать, в связи с отсутствием доверия президент Медведев его снял. Значит, и через неделю после отставки 56% поддержали отставку. То есть, когда вы видите, что 70% там поддерживает Путина, это меньше, чем 20% или 30% поддерживает какого-нибудь демократического лидера в демократической стране. Потому что, знаете, какой был рейтинг у березового сока в Советском Союзе? Или вот это, газировки там, да, в автомате за 3 копейки. 100% рейтинг. Но как только появляются, так сказать, разные напитки, то от 100% и 10% не остается, да? Вот что такое общественное мнение в диктатуре. Нельзя никак поверить. И, на самом деле, это большая проблема для Кремля. Потому что они, значит, знают, что Путину нужно, так сказать, чтобы он схавал вот эти цифры. Они ему рисуют. 70, 80, то 46%. Это подгоняется легко, да? С помощью ответов или с помощью, там, террора. А в какой-то момент раз за один день и все перевернется, как айсберг в океане, да? И вот этот военный Титаник, преступный Титаник, так сказать, пойдет ко дну. А пока они еще там на этом своем кораблике, хотя уже один кораблик потопили, да? Ну вот скоро и другой корабль по имени, так сказать, преступный путинский режим тоже пойдет ко дну. Вот. Это обязательно произойдет. То есть если раньше я думал, что это надолго все, да? То сейчас, вот после того, что произошло, я же еще когда был в Киеве, я же говорил, что если Путин начнет войну, во что я не верю, то это будет для него политический суицид. Вот он совершил этот политический суицид, вот и сейчас все пошло не так, понимаете? И все дальше пойдет не так и закончится тем, что... Мы сейчас уже речь не только о том, чтобы война закончилась. Нет. Война закончится, я думаю, вместе с режимом Путина. Потому что если будет перемирие, а Путин останется, то это будет передышки, он все равно рано или поздно что-нибудь придумает. То есть я думаю, что сейчас для всего мира совершенно очевидно, Путин не должно быть во главе России любыми способами. Я думаю, что и он это понимает, и скоро эти элиты это поймут, когда запахнет жареным конкретно для них. И не только в виде санкций, да, а в виде угрозы, ну реально прям какой-то войны, или когда сейчас массово начнут высылать их детей, их семьи, все арестовывать. Ну представьте, они там будут потом вот со всеми этими мерзавцами, которые вернутся после войны, которые имеют опыт убийств мирных жителей, там в упор и так далее. Ну вот, и они вместе там с ФСБ, вместе с Кадыровым, да, будут проводить остатки своей жизни. Это небезопасно уже становится, да, жизнь для них. Поэтому какой-то переворот, он возможен. Просто я думаю, что это ближе к осени какие-то попытки начнутся. И это будет, скорее всего, кто-то из силовиков, не надо ждать это от олигархов, не надо ждать это от какого-то там экономического блока правительства. Это будет какая-то внутренняя разборка, она уже есть, мы видим уже противостояние между ФСБ и Минобороны. Там очень крепкий идет замес, они друг друга пытаются выставить крайними. А по поводу того, почему блицкрик не удался, почему военное поражение, кто-то за это должен ответить. Путин же не может за это отвечать, царь же никогда ни в чем не виноват, да, в любой диктатуре. Вот, поэтому, значит, надо найти стрелочника. Кто это будет? Шойгу, там Бортников, там Патрушев, кто-то из них. Значит, кто-то украл деньги, обещая, что будет 70% рейтинг Путина, там, ну, как минимум на юго-востоке Украины. Этого не случилось. Кто-то там обещал, какая-то разведка гарантировала, что там половина представителей политического эстеблишмента Украины быстро переметнутся на сторону оккупационного режима. Не произошло этого, да? А деньги-то на это выделялись, выделялись деньги. А кто за это должен ответить? ПСБ, разведка, Минобороны? Или, может быть, армия недостаточно подготовлена? А где ракета? Почему они не взрываются? А где ваши... Вы же мультики показывали с каким-то там суперсовременным оружием, а здесь что это такое? То есть кто-то будет отвечать. И у них сейчас уже идет борьба. Даже они сейчас сфокусированы не на войне с Украиной. Они сейчас уже свои задницы, понимаете, защищают. Они уже пытаются выжить уже в этом противостоянии. Это уже вот эта схватка бульдогов, хотя это никакие не бульдоги, крысы, под ковром это все уже началось. И то, что там, говорят, Сурков сидит под домашним арестом, и многие какие-то генералы арестованы. Я сейчас не берусь сказать, сколько их там, 10-20, разная есть информация. Но даже мои источники подтверждают, что у них там все очень непросто. У них сейчас там реальная война внутри началась. Продолжение следует...